Привет, друзья! Редиска эксклюзив первое главном. Подписывайтесь на телеграм, ставьте лайк и комментируйте наше видео. А мы начинаем. Есть много доказательств террористической природы нынешнего Росрежима, и самые ужасные из них продолжают появляться. В частности, 29 июля россияне взорвали колонию в Оленовке, убив более 50 пленных бойцов ВСУ. После нанесения удара, перекладывая ответственность на Украину, российские оккупанты массово сообщали, что якобы ВСУ Схаймарса нанесли удар по колонии во временно оккупированной Оленовке, где содержались пленные украинские военные, в том числе защитники Азовстали. Пост предукраины в совбезе ООН Кислица развеял все фейки, распространяемые в РФ. По словам Кислицы, то, что Россия продолжает производить фейки в месте выполнения своих обязательств, возмутительно. Кислица рассказал, что 28 июля в российских телеграммах обнародовали видео, на котором видно, как украинского военнопленного кастрируют его российские похитители, группа мужчин в военной форме с нашивками Z. Некоторых российских военных, фигурирующих на кадрах, ранее снимали на передовой на Донбассе, еще в июне. После жестоких и бесчеловечных пыток жертву убили. Генеральная прокуратура провела проверку. Происшествие о результатах расследования мы сообщим, добавил пост пред на своей странице Facebook. На следующий день Россия снова совершила очередное ужасное военное преступление. Оккупанты взорвали пенитенциарную колонию во времена оккупированной Еленовки Донецкой области. Там содержались украинские военнопленные, преимущественно из полка Прокопенко. Свои преступные цели российские оккупанты преследовали с целью обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки и расстрелы пленников, которые они там совершали, отметил Кислица. То, что так называемая омбудсменка Квази-Республики Дарья Морозова сообщила, что потерь среди персонала колонии нет, а о многом говорит, Кислица отметил, что тема войны РФ против Украины остается как никогда актуальной. Ведь пока деэскалации нет, а страна-террористка до сих пор не отказалась от своих агрессивных и неоколониальных планов по отношению к нашей стране. Более того, российский министр иностранных дел недавно заявил, что географические цели так называемой спецоперации были расширены на ряд других территорий. Действительно, это звучало как низкое желание вора сохранить украденное. «Действительно, вряд ли можно ожидать, что поведение России в Раде и на местах будет отличаться», добавил посол. Постпред считает, что дипломатическая нота, отправленная на этой неделе и подписанная «Российским поверенным должна быть предметом рассмотрения медицинских специалистов, а не членов Совбезобезопасности». Процитирую из него только одно предложение – Росвооруженные силы. «Не наносят ударов по гражданской инфраструктуре. Серьезно. Российский дипломат считает, что Совбез – это студия Шул Скобеевой», добавил посол. Кислица подытожил, что если это ранний признак защиты от безумия, следует помнить, что военные преступления и преступления против человечности, совершенные нацистами во время Второй мировой, не были результатом медбезумия или болезни. Их совершали коллективно тысячи. Сначала Россия полностью отрицала свою ответственность за нападение. На следующий день, поняв, что откровенное вранье очевидно для всех, страна-агрессор была вынуждена изменить историю. Однако она снова соврала, что целью якобы был ракетный состав в Одесском порту. Ложь, которую было легко опровергнуть. Большим количеством кадров с места происшествия, на которых не было видно признаков вторичной детонации, якобы украинских ракет, мы благодарны генсекретарю за его однозначное осуждение этого нападения, добавил постпред. Украина остается решительной вносить свой вклад в разрешение продовольственного кризиса. Она будет участвовать в деятельности совместного Курцентра, официально открывшегося в Стамбуле 27 июля. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!